Как наклеить стеклохолст? В моем случае это откосы. Здесь, вот здесь. В этой квартире порядка 70 погонных метров откосов. В других комнатах, окна, вот эти вот конструкции, везде надо наклеить стеклохолст. Первое. Техника безопасности. Стеклохолст. Это спрессованное стекловолокно. И в процессе работы частицы отрываются, везде в воздухе парят, попадают вам в легкие, на кожу. Все потом чешется, раздражение может возникнуть. Поэтому обязательно респиратор. И перчатки. У меня он будет в таком положении, потому что мне надо снимать, а вам нужен хороший, качественный звук. Очки вот еще можно надеть. Ширина всех откосов в этой квартире чуть меньше 50 сантиметров. 47. Длина стандартного рулона стеклохолста метр. Мне понадобятся полоски шириной 50 сантиметров. Будет очень удобно. И чтобы не мучиться и не работать с целым рулоном стеклохолста, я его просто разрежу пополам. Обычная ножовка. Обязательный респиратор. Готово. Буду работать и в процессе, чтобы ваше время не тратится, рассказывать, что такое стеклохолст, для чего он используется, ну и так далее. Берем одну половинку. Работать я буду своей любимой нержавеющей металлической кельмой. Пластиковой кельмой. Обязательно нож с острым лезвием. Лоскогубцы понадобятся, чтобы эти лезвия обламывать время от времени. И большой валик, желательно с крупным ворсом, чтобы наносить основную часть клея. Еще кисточки понадобятся. Одна вот любая из этих кисточек. Ну вот эта вот старая, которую я обои клеил в моих самых известных роликах. Посмотрите обязательно, как наклеить обои в угол, если у вас кривые стены. Клеить я буду на строительный ПВА. Вообще, я стараюсь клеить стеклохолст на специальный клей. Так называемый клей для стеклохолста. И добавляю ПВА в этот клей в соотношение 1-10. На 10 литров литр ПВА. Есть разные производители ПВА. И что привезет заказчик неизвестно. Начинаешь клеить просто на ПВА, и он может пожелтеть в процессе. Потом с этим ничего не сделаешь уже. Желтизна выступает даже через краску. Не знаю почему. Ну вот заказчик настоял, поэтому клею на ПВА. Я его об этом предупредил. Обязательно перед использованием перемешать. Готово. Начну клеить вот с этой верхней части. Еще водички на всякий случай наберите обязательно. Тепленькая лучше. Ну и вот такая вот губочка тоже. Чтобы вытирать клей с оконной рамой. Он и потом легко чистится. Но лучше сразу это сделать. Наносим клей. Стеклохолст надо обязательно клеить на гипсокартоновые конструкции, на штукатуренные стены. В том случае, если вы планируете эти стены затем красить. Стеклохолст армирует поверхность, что помогает избежать микротрещин. На стеклохолст можно наносить декоративные штукатурки. Можно сразу покрасить его. Вот как раз микротрещина. Мы наклеим стеклохолст. Может, с чего прошпаклюем два раза. Прочистим, покрасим. Этой трещиной не будет. Товичку лучше заранее нарезать полоски по длине. Но я это буду делать вот таким образом. У нас он шире. Чуть вот так с запасом прикладываем. Со всех сторон с запасом. И пока просто прижимаем. Давайте вот так отрежу. Там не видно просто. Клей не выгоняем. А просто разгоняем полоски. Всегда клею холстовую покраску. Он немного и выравнивает поверхность. На него потом отлично ложится шпаклевка. Отличный материал. Очень им доволен. А теперь, после того, как нанесли клей, прилепили стеклохолст, я рекомендую обязательно нанести клей сверху стеклохолста. После чего выгнать его с помощью металлической кельмы. Или с помощью шпателя. По факту мы шпаклюем клеем стеклохолст. Клей лучше впитывается. И он уже никогда не отойдет. И будет как следует держаться. Кисточкой как следует в углах промазываем. Клея не жалеем. Вот именно в примыканиях. Окна всегда следует держать закрытыми. И не допускать сквозняков. И опять клей. Стеклохолст склеится внахлест. Никаких стыков. Клеим внахлест. Потом прорезаем ножом так называемый двойной рез. Сейчас покажу. И теперь уже металлической кельмой. Еще одно преимущество металлической кельмы. В процессе долгой работы. А я и долго работаю уже этой кельмой. Так называемой американкой. Она скользит по основаниям. И затачивается. То есть она у меня очень острая. Как нож. Я могу ей резать. Например стеклохолст. То есть не лазить там за ножом куда-то. А вот таким движением. Вот видите. Полосочка отрезалась. Выгоняю клей. Фактически шпаклюю. Вот американочка взял. Сильно не давя правил. И полосочка отрезалась. У меня всегда нож под рукой. Но вот лишь раз можно за ним не лазить. И теперь вот эту полосочку. То же самое. Фактически шпаклю. Да. Здесь можно еще клей нанести. Обязательно сделайте следующим образом. Обязательно нанесите сверху клей и прошпаклюйте клей. Как раз в этот момент шпаклевания микрочастицы выделяются и они парят повсюду, проникают вам в кожу, дыхательные органы. Обязательно, респиратор, обязательно. Теперь следующий кусочек клеим вот сюда в нахлёст. Сейчас покажу, в принципе все элементарно просто. Есть одно «но». Провязаем сразу два кусочка, вот их видно. И вот по моменту. И вот когда делаем такой отрез, ни в коем случае сильно не давите на нож. Стеклохолс очень хорошо режется. Прям потихонечку, потихонечку, чуть касаясь. Одну полосочку. И вынимаем снутри. Почти не давил, все замечательно отрезано. Если передалить, то можно порезать гипсокартон. И он тогда обязательно лопнет. Вот этот кусочек лучше с помощью ножа обрезать. Ножечку вот так вот на голову. Прям по уголочку. Вот здесь с этой стороны лучше. Все. После высыхания по нему можешь покрывать полимерной финишкой шпакры. Я обычно эту покраску использую шиперлок или рубан пасту. А сейчас удаляем остатки клея с рамы. Лучшее Ваше благодарность подписки на мой канал. Обязательно посмотрите видео про обои в угол нагревые неровные стены. Вот такой ролик на телефон снят. С Вас, Валерий Локольчик. С меня новое интересное видео. И не забывайте мыть шпутеля. Субтитры сделал DimaTorzok